Оценивая ситуацию с эпидемией коронавируса, мы видим с вами абсолютную, тотальную неготовность российских властей к этой ситуации. Обратите внимание, это, слава богу, не война и не какая-то мировая катастрофа. Вирус, эпидемия. И мы видим полную административную, государственную, социальную капитуляцию перед тем, что пришло к нам в Россию в виде вируса. Казалось бы, мир отработал технологии и дал примеры поведения в этой ситуации. Но, если российской власти предложить выбор из двух зол, она выберет оба. Мы видим, по какому пути пошли, условно говоря, богатые страны и, условно говоря, бедные экономические страны. Богатые страны – это те, кто может позволить себе выплаты населению, экономическую поддержку бизнеса и, в соответствии со своими возможностями, призывает население к демобилизации и к максимальной социальной разобщенности. Очевидно, что бедные страны, а Россия, де-факто, одна из беднейших стран мира, не могут позволить себе такого поведения. И принятие такой модели просто обрекает население на голодную смерть. Но российское правительство в полной логике со своим предыдущим поведением выбирает именно эту модель, оставив население без социально-экономической поддержки и, запирая его, умирать от голода в их квартирах. Мы видим, что даже официальные цифры говорят нам, что большая часть населения не имеет никаких финансовых, никаких материальных запасов. И сегодня, к исходу двух недель домашнего ареста для населения, более половины семей находятся уже реально на грани физического голода. Как эта ситуация будет развиваться дальше? Казалось бы, сейчас уже, очевидно, надо принимать все решения о прямой поддержке населения, о прямой выдаче денег гражданам, о поставках какого-то продовольствия. Вместо этого мы видим, как власти ищут все новые и новые способы усложнить жизнь людей в этой ситуации и создать очаги заражения вирусом. Та ситуация, которую мы наблюдаем с вами с введением пропусков, когда еще не введенные пропуска в окруженный блокпостами Москве уже начали проверять. Кому может прийти в голову идея проверять пропуск за два дня до его выдачи и вступления в силу. Мне кажется, это надо только постараться, чтобы такое придумать. То, что устроили сегодня на входах в метро в Москве, где тысячи людей, скучные в маленьких помещениях, вынуждены были стоять по часу для того, чтобы попасть в метро. Ну, это вот все как бы такое ощущение, что в центре координации есть какой-то здравомыслящий человек, который говорит, как надо делать, и как только он что-то произнес, все начинают все делать с точностью до наоборот. Ведь очевидно, что в таких условиях надо увеличить количество подвижного состава в метро, чтобы максимально рассредоточить пассажиров, чтобы как можно меньше были интервалы движения. Вместо этого движения поездов замедляется, поезда отменяются, с тем, чтобы как можно больше людей было в вагоне. Надо максимально дать возможность людям выехать, освободить город и контролировать именно процесс вот этого движения, людей на выезде проверять, больные они, не больные. Вместо этого ограничивается въезд в город. Ну, и так далее. Это просто вот, просто какая-то фантасмагория происходящего. Ведь никому в мире еще не приходило в голову отпустить людей в оплачиваемый отпуск с сохранением зарплаты за их собственный счет. Такую формулу надо было выдумать, что, вы знаете, я объявляю вам выходной, и вы его оплатите себе сами. То есть я настолько велик, что я даже вам и деньги не буду платить, вы их сами себе заплатите. Вот это величие российской власти ведет нас к устрашающим буквально в ближайшие дни цифрам по количеству заболевших. Ведь очевидно, что административный арест, домашний арест, который наложен на наше население, без медицинских мер эффективных, это просто ухудшение ситуации. И эффективными методами борьбы с эпидемией являются в первую очередь медицинские меры, защитные меры, профилактика, санитарная обработка. А меры административного и социального разобщения граждан, они только помогают этим мерам. То есть там, где работает медицина, там, где людям оказывается поддержка, там меры социального разобщения тоже приносят свой эффект. Но наша власть выбрала меры социального разобщения, меры ареста населения, как единственный способ борьбы с вирусом. Но вирус совершенно не боится штрафов, вирус не боится указов Собянина, вирус боится мыла, перчаток одноразовых, спреев дезинфицирующих, вирус боится квалифицированных врачей, вирус боится больниц хорошо оборудованных. И ему совершенно наплевать на то, что скорая стоит в очереди 9 часов. Он очень комфортно чувствует себя в этой ситуации и прекрасно в ней размножается. Поэтому, если можно перефразировать, есть такое замечательное произведение у нашего классика, здравствующего, Михаила Михайловича Жванецкого, дай бог ему здоровья, о том, как производит медицинское лекарство зарубежная фирма и наша. Это спич еще советского времени. И он там говорит следующее, почему их два С2-15, ШГБ-3 вирус убивает, а наш С2-20, ШГБ-3 с вирусом сотрудничает. Да, он там как бы разбирает вот такую ситуацию, ну, в придуманном абстрактном научно-исследовательском институте, что то, что делала советская власть, почему-то сотрудничала с вирусом. Так вот, такое ощущение, что то, о чем Михаил Михайлович говорил с юмором 40 лет назад, вот эта ситуация нас догнала. И вот этот вот выращенный в советских лабораториях вирус административной дистрофии сейчас прекрасно сотрудничает с коронавирусом, усложняя и ухудшая жизнь населения в и без того тяжелой ситуации, и подталкивая людей к полной социальной апатии и к какому-то социальному ужасу накануне взрывного роста эпидемии.